К примунию открытия международного фестиваля воздушных шаров пришли посмотреть несколько тысяч горожан. Что впрочем неудивительно, для маленького городка событие явно неординарное. Огромные разноцветные шары поднимались в воздух прямо с центральной площади города. Всего на фестиваль приехало более 20 команд из различных уголков России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Мне приятно, что в эти дни Железновозг стал лучшим городом России в номинации до 100 тысяч населения. И победил, занял первое место, как самый благоустроенный город. Это большой труд всех нас, всех железноводчан. Организаторы фестиваля – Федерация воздухоплывания России, правительство Староковского края, администрация Каменлод и Железноводска. Аэростаты, которые в течение недели будут бороздить небесные просторы над городами-курортами, индивидуальны по своей конструкции. Есть среди них и так называемые спецформы, выполненные в виде подводной лодки, дирижабля или даже пивной бочки. В небе над городом, уже в описанной горы Железная, демонстрирует свое мастерство чемпион России по воздухоплаванию москвич Антон Морин, поднимавший свой летательный аппарат над Северным полюсом. Это мероприятие уже где-то по престижности и по организации не хуже чемпионата России. Есть какие-то свои особенности? Есть, конечно. Какие? Вот рельеф в первую очередь, погодные условия, да, то есть вот из-за рельефа есть, ну, соответствующие потоки сложные достаточно. Но чем сложнее, тем интереснее. Также на фестивале будут соревноваться Рязанец Лев Маврин, единственный в мире сумевший поднять воздушный шар на высоту 5 километров. Москвич Михаил Баканов, воздухоплаватели из Украины, Белоруссии и других стран ближнего зарубежья. В течение пяти дней пройдут соревнования на дальность полетов и точность переземления. Почему летаете именно в Железноводском небе? Вы же не первый раз здесь. А тут красиво. Здесь просто очень красиво. Так что на протяжении недели аэростаты смогут увидеть жители и гости курортов не только в Железноводске, но и в Пятигорске, и Сентуках, Ферментове и Кисловодске. Борис Останкович, Павел Коваленко. Вести Ставропольский край.